Всем привет! Сегодня с вами Настя Рева и сегодня я хочу показать вам процесс превращения дешевой китайской подделки в хорошую куклу. Я уже начала этот процесс. Начала немножко прошивать эту куклу, поменяла ей тело, потому что то оно вообще было не очень как бы... Поменяла ей платье, потому что то оно разваливалось буквально, помыла ее. Весь процесс, он заключается в основном в прошивке куклы и при введении болот для прошивки в порядок. Видео о том, как прошивать куклу я уже выпускала на своем канале. Изначально история этой подделки таковая, что подделки с такими лицами, они довольно редкие. Как-то раз я шла с районной олимпиады и решила зайти в местный сангистик. Ну, посмотреть, что там есть. У меня с собой было всего 60 рублей. А вот эта вот кукла стоила где-то 57-58 рублей. Ну, конечно, за такую дешевую цену не купить. Как не купить такую красивую куклу? Волосы я уже в носке брала, потому что это был просто трэш. Они путались, вырывались. Я не знаю, как еще... Когда они вырывались, они не порвали случайно голову. В общем, сейчас я начну процесс прошивки. И в процессе буду снимать вам... Буду показывать вам куклы. Вот такой вот у нас получается предварительный результат. И вот так выглядит. Сейчас уберу. Вот так вот выглядит. И если все устраивает, можно продолжать работу дальше. Если что-то не устраивает, и вы хотите что-то изменить, вы можете удалить эти волосы. Это будет не очень легко, но работа-то вас стоит. Если что-то не нравится, вы можете просто удалить эти волосы. Наша кукла прошита, и теперь мы пойдем укладывать ей волосы с помощью кипятка. Вот так сейчас выглядит моя кукла. Моя работа над ней уже закончена. Но если вас не устраивает жесткость волос куклы, если вы считаете, что они слишком жесткие, вы можете смешать воду с порошком, положить туда куклы на 15 минут. Удачи вам и вашим куклам! Поменьше таких ужасных кукол, как эта, когда она не попалась. До свидания. До свидания.